и я уважаемые друзья сегодня у нас краеведский поход и мы находимся в городе древнем городе харьки аккуратно сегодняшнего мероприятия сайт путин харьковский и краеведская группа тухом тарик тамурлар совместно проекта такому сегодня также у нас гость расула трактов известный блогер сегодняшнего мероприятия мы сейчас зайдем сабельного и какие планы на сегодня сегодня мы осмотрим туннель и область определить сколько лет полтора тысячи лет или сколько лет а потом едем торгов самый верхний торгов кренопись смотрят я пойду фонарик до вечера если мы успеем мы этот полностью торгов следует если до вечера у своей аллаху и со старинные могилы могильники там есть сельжукские могилы есть еще до сельжука сколько тысяч лет там хазарский период здесь могилы посмотрим если получится успеть успеем аллаху ирса сейчас вот туннель обследуем так заходим туннель вот первый раз когда вот увидел очень интересно там зайдем посмотрим всем ассаламу алейкум камера готова у вас интересная камера камера ваша аудитория мы смотрели у вас очень много интересуется краеведением и для вашей аудитории сегодня мы тоже надеемся покажите интересные такие моменты они зашли то внутри они сейчас там возле моря выйдут сейчас они это выход по предположению вот сайбуддин агай сказал она выходит к морю вон там вижу я интересную надпись тоже интересная надпись сделал здесь был махомат написано у нас здесь оказался с другой стороны со стороны моря зашли эльдар урозаев на риман аджиев вот здесь вот это карлана лекера ванов из владикавказа вот ваша арка там сколько ароктаба 2 3 и дальше уже и сколько его длина там малышем где-то 10 метров порядок вот короче проспотребуется еще плюс сейчас почитаем сколько там он получается где-то получается надо его открывать а а а а вот а вот а а а а а она глубокая она на губе вот а и это крепость разобрали ее дело в том что при строительство города порт петров и потом уже махачкалы это все строительные материалы к в эти годы при строительстве разобрали 20 годы остались только фундамент это те годы есть снимки они сохранились это у нас есть это наличие так вот периода мы предполагаем где-то периода пятым шестом веке это было построен вот этот крепость антикала и это туннель это первый вариант это как раз получается гуна булгарская туркам ну в этот период кстати эти вот это подземные города были были обнаружены ахтах каекенти и еще многие места которые мы еще не знаем а именно эти подземные города были именно этом периоде построены угодно булгарском периоде туркам каганате это ахтах тоже самое там целый подземный город там по 2-3 километра там пути сообщения в город как будто бы туннель потом кайкин там он кайкин это тоже есть это примерно первый этот период шестой век грубо говоря это первая версия это было примерно была построена вот этот туннель сейчас пока предполагается он был построен во время хабара 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 педжутские войны то есть две империи воевали между собой эта война началась уже начале 10 веке между хабарским каганатом и педжутской империи и постепенно педжутская империя добралась после только двести-триста лет до максимального расцвета от и джутской империи 14 веке их не и граница си джутской империи было примерно границ я вам примерно расскажу это из бирбаш уркарах кубачи потом идет кумух и арчип чарадинский район это примерно границу максимально расширение си джутской империи а последний советском союзе его обозвали арабской но там деле это не араба от и джуки и они внесли вот этот так называемая вот этот арабские письменно якобы якобы в горах которые была построена мечеть а там деле они не мечети они церковь там делал то что ты джуки еще не были полностью мусульманами это был такой замес это у джуков как полу тенгрянский полу восточные христиане а это посмотреть издалека нам кажется это мусульмане ну так вот вторая версия наша то что было по вот эту туннель и якобы была построена им именно во время араб это фиджука хазарской войны это предполагается где-то 10 11 век примерно это пока версия это рабочая версия а там как научная экспертиза так и следует как они объявят это уже другая сторона на этой территории высотные дома есть советского периода постройки буквально вот они находятся на расстоянии 50 100 метров очень серьезные сооружения которые требуют углубление фундамента так называя учитывая сейсмологическую ситуацию нашей республики около 3-4 метров требует глубины когда строится вот такие дома он находится на глубине на глубине где-то 60 70 сантиметров метра одного нету вот самой верхушке этой самой арки не доходит до одного метра это тоже говорит о многом потому что она снималась это верхняя часть дерна и даже была засыпана в разные периоды здесь есть несколько слоев таких которые обрабатывались засыпались и можно сказать что этот туннель это часть вот она не была повреждена и как-то она оставалась а другая часть к сожалению она уже после 10 метров разрушена и неизвестно что дальше доходим я имею ввиду и сооружение здесь бассейн был вот здесь говорят вот например дети купали сапитюновой в детстве купался здесь а так по рассказам старожил ваше время никто не рассказывал что здесь есть какой-то туннель ну старожилы не обязательно же это публиковать научно старожила там и рассказывали только рассказывали туннель туннель есть так а скалах который это золото шамхалов как куда спрятали и и вот это как говорится вот это коммунистическая власть они везде карьеры сделали так и не нашли это золото пожалуйста уважаемые друзья мы сегодня у нас вот сайты динагай местный житель он тарковский наш потомок великих наших шамхалов и вам коротко рассказал ситуацию вокруг этого туннеля информация которая у нас есть на сегодня он владеет а а там зайка труб у на винограде у юземлюклер у ляптан башкапу на ерле облоган о ляпта бились и вот в школа механизация шернах облога он на он на каких-то писать какие-то гадах соли трактор лен сыровняли отдали этим людям раздали участки они там дома построили целые поселки там свой бога на геттек у меня дома дома и что-то на 35 лет восьмого года она со мной это место камня дерева вон дайте кумурлах киму рички А это дача, знаешь, чья? А. Шейтанума. А. Машала. А еще вот, да? Вот это писатель. Это кумукская поэтесса. Легенда и поэтесса. Литература. Да, литературные места. О, ага, чё салонам? Ну да. Так же я рад, как эти девочки здесь погибли. Ага. И они вот резвые. Байрага да бар. Сайпитун, ага. Муна нечектер, бувай адамар гелем коп Суалмага, дарман Суалам. Ну, с Уалаганом еще время, но здесь был родник. Раньше. И вот сейчас тоже этот родник сохранился, внизу оно скапливается и вниз течет. А вот его целлетные свойства изучено, этого родника? То же самое, как в торгу. Угу. Как все родники, так и это самое. В торгах там сколько-то родников, где-то, сколько, наверное, 25 родников. Один из них вот это был. А вот здесь, вы сказали, вот сгоревший дом. Вот здесь, Сейдханым. Она родилась, да здесь, Пайетеста. Она родилась, бамат юрте. Она родилась, бамат юрте. И вот с ней, Балбал. Здесь стоила она. А это вот, который построил резервуар. Они с ней все сделали, да. Здесь Балбал был, да? Балуба каменная? Да, вот здесь была каменная баба была вот здесь. Вот где-то здесь было. А почему она не восстановила это здесь, ничего оставила вот так? Вот мы находимся в Шахараул. Шахар, это Таргуну Ичинне. Есть крепостные, как говорится, где крепости этих Шаухала были, это Шахар называлось. Потому что это Таргу Барда, а это Шахар, местный Шахар, город, да? А для нас легенда идет, вот сейчас мы в таком месте находимся, Кырк Кызлар. Это когда арабы говорили, что арабы напали на Хазар, кисельжуки напали, когда на Хазар. Хазары, как говорится, убегали, кто куда, кто что боялись. И вот 40 девочек, 40 девочек молодых, девчонцев, они собрали сельжуки и вот в это место, привели в это место. И туда они, как говорится, чтобы потом их увезти куда-то, подарок своему Патешаху. А они до утра не подождали, они бросились, не отдались, им бросились в пропасть, вниз, внизу там пропасть. Они бросились, 40 девочек вот так погибло. И поэтому... Чтобы не терять честь. Да, Шулага, вот им сделали вот этот зеерат, вот здесь родник, Кырк Кыз назвали вот этот родник. А вот, а самом-то деле, сейчас, после этого, где-то, где-то в каких-то годах, ну, 50-60-х годах, вот шейхан Алишева, ну, ей, она взяла это место, пустовала она. Она взяла до этого места? Да, да, она взяла. Она не значит, их не отцовский это дом. Не, отцовский наверху, вот где мы были, там их места. А вот она взяла как дачу, ну, она же человек искусства, она, они писали здесь, сидела, муж художником был, сестра художница. Так, очень, такое живописное место это было. Построили керчень, вот это, ну, вот это, сами они бассейн. Ставят красивых камней там было. Они сами, они вот такие, ну, шалайеда, вот такое место. А потом она сгорела там, или сожгли, или от чего-то сгорело это, и они уже забросили это. А так, это святое место считается в Тарках? Общественное место. Да, одно из вот этих версий, как вот Кыркозлар я рассказал. Как я знаю, а может еще какие версии есть? Попробуем быть. Но тут уже больше будет блогером не троится. Потому что раньше он не знал, где подписчики живут. Вам остановили. Раньше не был. Такие написали. Это Вера. У вас, у нас также интересует сомни. вот здесь мы над тарками сейчас находимся над тарками вот у каждого шаухала каждое время время свой шамхал был чопан тарковский был чопан тарковский вот здесь внизу вот здесь его огромные крепостные стены были его дворец мы его разнесли конечно несколько раз а другой шамхал шамхал герей шамхал ангелий которые говорят же петра первого встречал туда-сюда вот его вот чуть-чуть ближе к скалам был его имение а мяг тебе тарковский мягкий тарковский он прямо вот мы видим прямо вот над домами надо над этими домами скала стоит вот над скалы такой дворец стоял его вторая жена даже там ожила перед ханом . правителя гербента и вот каждый каждый шамхал вот у них свои имени бывали они не не с ними жили другу сам полторку этот самый чопан например там они жила для герой одни герой жил другом месте это у каждого свое вот здесь таки вот верхняя ухару верхняя у аул начали называть это при коммунистов а до этого это был шахар 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 это город вот крепостной шагу там огромный а внизу внизу были эти носты служащие они приезжали он дургеля уздор гели приехали животноводством занимались пока шара вон на той бугаре пока шара был да они занимались да вот этот этот как сказать полеводы там были эти отсюда отправили байнахский район мертвебек тарковский своего сына это оба муслима он был как раз позвонище и его даже до сих пор эти самые потомки там позвонищий я не знаю но вот это вайка и у нас 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 в у